Что такое народность в применении к современной профессиональной музыке? Вопрос этот чрезвычайно важен, потому что часто он определяет и язык, и стиль, и индивидуальность художника. Фильм посвящен пониманию народности в творчестве современного русского композитора Владимира Александровича Сидорова. Понимание народности в творчестве Владимира Сидорова соответствует традициям классической национальной композиторской школы. Народным духом пронизаны большинство сочинений композитора, и это касается как выбора тем, образов, так и общеэстетических художников. Состочных устремлений автор. Субтитры создавал DimaTorzok Среди сочинений крупной формы следует назвать Ораторию для чтеца хора и оркестра в семи частях на стихи магнитогорских поэтов «Сказание о магнитной горе». Также концертину для трех трупп с фортепиано, Увертюру для симфонического оркестра, Кантату для смешанного хора и оркестра в шести частях «Уральские казачьи песни», Оперу «Предание. Покорение Новгорода в четырех действиях» по повести Карамзина «Марфа-посадница», Комедию «Вадевиль» по пьесе Владимира Сологуба «Беда от нежного сердца», Концерт для фортепиано с оркестром в трех частях, Хоровую тетрадь на стихи Ивана Бунина, Музыкальную «Быль» Таюткина «Зеркальце», Сюда же, безусловно, можно отнести и песни Патриотической тематики «Материнская земля», Песня о России, «Тыл к фронту», «Будет нами согрета страна», «Российские железные дороги», «Наш Отчий дом», «Россия» и десятки других песен. «Мы сила светлая и непокорная, Сильная духом и гордая, Родина наша свободная, Наш Отчий дом, Россия! Родина наша свободная, Наш Отчий дом, Россия!» Народность проявляется в непосредственной стилизации, особенностях музыкального языка. Композитор умело использует средства выразительности, присущие, например, русской народной музыке. Это проявилось в таких произведениях, как «Щи из топора», «Сиита для поэма номер один», «Симфоническая сиита русская сказка» в четырех частях, «Сиита для вокального ансамбля и оркестра народных инструментов на стихи Риммы Дышеленковой» в четырех частях «Счастье мое», «Хоровая поэма на стихи Андрея Вознесенского мастера», «Три курьезы для ансамбля народных инструментов», «Кантата для смешанного хора без сопровождения на стихи Риммы Дышеленковой» в десяти частях, на Урале, заводском. Но с не меньшим мастерством и успехом создает он из стилизации практически любых других мировых культур и жанров. Французскую, немецкую, это песня булочницы из мюзикла «Проданный смех», японскую, это хор «Первый снег» на стихи Мацо Басю и Сиита в стиле Миндзе, американскую, песня «Буду танцевать» на стихи из американского фольклора. А для чешского хоккеиста Яна Марака Владимиром Сидоровым была сочинена песня, основанная на действительной истории жизни и любви, которую сам спортсмен охотно и старательно исполнил в авторской аренжи ловки. И пусть целый мир узнает, что кольцо целую крепко, для композитора характерна не только стилизация, но и непосредственное использование русской народной песни в качестве тематической основы в различных жанрах и для различных составов исполнителей. Свекровка журика Воды не мутите, свекра не будите, Будет Марусеньку свекор броните, Будет Марусеньку свекор броните, Свекор броните, свекровка журите, С кем ты... Важнейшее значение для Владимира Сидорова как композитора имеет русское народное музыкальное наследие, как общенациональное, так и уральский фольклор в частности. Композитор создает многочисленные обработки народных песен для самых разных составов, а также использует фольклорный материал в сочинениях различных жанров и фон. Если обратить внимание на частоту использования, то тут можно обнаружить и его любимые народные песни. Так, песня на Иванушке Чапан из сборника Петра Ильича Чайковского «50 русских песен» обрела новое современное звучание и в фугата из полифонической тетради опус 16 1977 года, и в концертном этюде на тему русской народной песни для балалайки и фортепиано опус 106 2006 года, и в электронной обработке 90-х годов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Песня «Ушли пиво моё», записанная Владимиром Сидоровым и мной в фольклорной экспедиции на Южном Урале в селе Спасское, обработана и воплощена в следующих произведениях. Плесовая из сиита номер два для баяна опус 66 1991 года, песня «Скомароков» из второго действия оперы «Предание покорения Новгорода» в четвертой части русской сииты для Оркестра народных инструментов опус 104 2005 года. Оркестра народных инструментов Среди более чем сотни обработок народных песен сам автор выделяет популярные общерусские, малоизвестные песни регионов России и, наконец, песни Южного Урала. Песня «Убитый гранатой, зарытый лопатой» на веки, на веки, на веки, на всегда. «Убитый гранатой, зарытый лопатой» на веки, на веки, на всегда. Большое разнообразие отличает обращение Владимира Сидоровна со стилем в аранжировках народных песен. Здесь и европейский классический подход, например, «По дону гуляет», «Из-за острова на стрежень», и элементы более поздних течений XX и XXI века – рок, джаз, авангард, модернизм и многие другие с использованием, в частности, электронных инструментов. В этих работах ему удается достичь полной естественности, несмотря на кажущуюся жанровую несопоставимость. «Убитый гранатой, зарытый лопатой» – академический, эстрадно-джазовый, народный. У композитора есть интереснейшие эксперименты с аутентичными этнографическими фольклорными треками. «Убитый гранатой, зарытый лопатой» «Убитый гранатой, зарытый лопатой» «За двором, за двором, за зеленым садом» «За садом, за садом, за садом, за садом» «Растет трава мурава, мурава, мурава зеленая» «За садом, за садом, за садом, за садом, за садом» «На реке на речке, на реке быстрой, на реке быстрой» «Убитый гранатой, зарытый лопатой» «Убитый гранатой, зарытый лопатой» «Убитый гранатой, зарытый лопатой» «Убитый гранатой, зарытый лопатой» «Вспоминаю, как в конце 1970-х годов мы с Владимиром, тогда еще студенты консерватории, отправились в фольклорные экспедиции по Южному Уралу. Пункт назначения выбирал он. В селе Спасском Верхнеуральского района Челябинской области мы познакомились с замечательными людьми, нашли настоящие жемчужины народного творчества. Песни, которые нам пели уже стареющие тогда люди из уральской глубинки. Они очень радушно приняли нас, двух совершенно незнакомых им городских молодых людей с катушечным магнитофоном-ящиком. Щедро старались напеть нам все, что помнили. В конце нас накормили домашними пирогами с парным молоком и устроили ночевать, когда оказалось, что наша сессия звукозаписи затянулась до ночи и добраться до города было невозможно. Вот столько лет прошло, а я как сейчас помню этих трех женщин из села Спасское. Конечно, имена забылись, но я помню каждую из них как яркую индивидуальность. Вот эта слева была веселая и разговорчивая, как народная сказительница. Та, что в центре, боевая, энергичная, по-хорошему задиристая. Я помню, мы записывали один номер, в котором участвовал ее муж. И там был такой диалог между солдатом, который возвращается с царской военной службы, и его женой, которая его встречает. Он ее называл, очевидно, ее настоящим именем Наталья, насколько я помню. А она ему отвечала, очевидно, его настоящим отчеством Иванович. И диалог был такой. Он ее спрашивал, ты жена моя, Наталья, как жилось без меня? На что она, не моргнув глазом, отвечала ему, Иванович, хорошо, хоть безгодичек и шо. Женщина справа была спокойная, тихая, но очень отзывчивая и деятельная. И она просто лучилась добротой, щедростью и гостеприимством. Именно она и накормила нас после нашей сессии звукозаписи, и устроила на ночлег. Ну а после поездки Владимир один проделал всю большую работу по расшифровке этих аудиозаписей. То есть нотной записи всех песен и текстов для использования этого фольклорного материала в своем творчестве, да и для других поколений музыкантов, этнографов, композиторов, аранжировщиков, фольклористов. Не кричи, белый лебедь, не высоко лети. От той поездки у меня навсегда остались благодарность к талантливому, открытому и щедрому народу Южного Урала, чувство соприкосновения с драгоценными, но, к сожалению, уходящими древними уральскими народными музыкальными традициями и горечь осознания, что многое уже утеряно. Однако Владимир Сидоров не захотел с этим мириться и предпринял конкретные шаги по сохранению уральского фольклорного наследия. С 1998 года Владимир Александрович Сидоров, руководитель международного проекта «Музыкально-этнографический центр Южного Урала». На этот проект был получен грант Института «Открытое общество» Международного фонда Сороса, который позволил произвести техническое обновление консерваторской студии звукозаписи. У композитора появилось еще одно направление работы, которое в течение 20 лет осуществляется на студийной базе «Сохранение фольклорного наследия региона». В архивах студии более тысячи народных песен, еще не расшифрованных филологами и музыковедами, записанные как в студийных условиях, так и в этнографических экспедициях. В рамках этого проекта ведется расшифровка и сохранение накопленного фольклорного богатства. Результатом этнографической деятельности стали многие социально значимые работы. В их числе 15 дисков антологии музыкальной культуры Магайбакского района Челябинской области, руководитель проекта Андрей Кузьмин, и 100 русских народных песен в обработке Владимира Сидорова с участием студентов и преподавателей эстрадного отделения Унитогорской государственной консерватории в 2014 году. Неотъемлемая часть творческого портрета Сидорова – юмор, уходящий своими истоками в русское народное творчество. Во многих его обработках фольклорных песен большинство именно такие, показывающие неистрепимое стремление человека к веселью, радости и счастью, даже если в данный момент жизнь нелегка. Все люди Земли, независимо от страны, цвета кожи или религии, стремятся к одним и тем же идеалам, и их привлекают одни и те же ценности. Это важно и в творческом процессе, когда русский композитор, например, находит в других культурах интересные тексты или мысли, созвучные его мироощущениями. Творческое внимание композитора-магнитогорца привлекли и шведский фольклор в посланиях Фредмана, и заокеанская «Америка the beautiful» и «Культура народов севера», бурятский триптих и географически более близкие «Татарские и башкирские песни», за многочисленные удачные аранжировки которых. Ему в 2020 году были вручены особая грамота Чулябинского конгресса татар Российской Федерации за выдающийся вклад в развитие татарской культуры и традиций и благодарственное письмо из полкома Всемирного конгресса татар. А вот уникальный и очень драматичный пример того, как национальное и интернациональное в творчестве Владимира Александровича Сидорова невероятным символичным образом сошлось в одной геополитической точке планеты. В 1999 году во время бомбардировки Белграда в одной из церквей города сербский хор пел сочинение магнитогорского композитора «Торжественную песню. Славься в веках России!» Россия свободная, больная, сильная, горная, Великая Русь сердца согревает светом любви и добротой. Дай нам покой и терпенье Избавь от соблазных сомнений О, Господь, спаси, благослови, дороги России! Славься в веках России! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Носк depois КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ СЛУ plumов,ouverи었다, КОНЕЦ